Всем привет, друзья! Вы на канале Воин, и тут только самые свежие новости из мира бокса и ММА. На канале выпуски выходят каждый день и без рекламы. Всем приятного просмотра, погнали! Противостояние Кэллы Брука Амира Хана официально анонсировано. Поединок состоится в Манчестере 19 февраля. При этом весовая категория все еще остается под вопросом. Боксеры должны встретиться в лимите между полусредним и первым средним дивизионами. Я никогда не бегал от Кэллы, мне это было ни к чему. Мои достижения говорят сами за себя, а плакивать было и не стоит. Были времена, когда я считал, что он не заслуживает этого поединка, но теперь я ударю его по лицу и поставлю на место. 17 лет были разговоры об этом бой, и работа была очень трудной даже на стадии переговоров. Хан никогда не отдавал мне должное и всегда от меня бегал. Но сейчас ему придется драться, бежать больше некуда. В данный момент для него это самый крупный денежный бой, поэтому он и согласился. Мексиканец Данте Харден выбыл из поединка за титул Айбио в полусреднем весе против Даняра Елиусинова. Причина травма – Харден сломал руку во время спарринга. Врачи запретили ему драться. В настоящий момент Елиусинову ищут нового соперника. Скорее всего, это будет боксер по линии Айбио. Сам вечер бокса пройдет 18 декабря в Астане. Бывший абсолютный чемпион Теофима Лопес удалил аккаунт в Твиттере после поражения в поединке с Джорджем Камбососом. В последнем опубликованном сообщении Лопес поблагодарил поклонников за поддержку. Камбосос победил Лопеса раздельным решением судей. После боя Теофима сообщил, что считает себя победителем. Американский легковес Роландо Ромеро заявил, что Теофима Лопес травмировался перед поединком с Джорджем Камбососом. Теофима был травмирован. Это было видно уже в первом раунде. У него был поврежден локоть. Я это знаю, потому что встречался с Теофимом неделю назад. Я прикоснулся к его руке и Лопес начал кричать от боли. Теофима не мог из-за этого нормально защищаться и наносить хорошие удары. Стала известна реакция Геннадия Головкина на возможный срыв боя с Муратой. Накануне правительство Японии объявило о закрытии границ и переостановке въезда в страну иностранных граждан в связи с распространением нового штампа коронавируса. Таким образом, под угрозой срыва оказался поединок между Головкиным и Муратой, который запланирован на 29 декабря на Сайтама Суперарена в Токио. Власти Японии не уточняют, на какой именно срок были введены ограничения, что ставит боксеров и организаторов в трудное положение. Между тем, журналист Китайдек сообщает, что Головкин продолжает тренироваться в обычном режиме, поскольку его команда уверена, что в худшем случае им придется прыгать в Японию раньше и находиться в карантине дольше, чем предполагалось ранее. Стал известен бюджет боя между Головкиным и Муратой. По информации японского издания, этот бой является крупнейшим в истории японского бокса. Общий бюджет этого поединка превышает 132 миллиона долларов. А на этом у меня все, друзья. Большое спасибо за просмотр. Поддержите это видео своим бойцовским лайком, пишите в комментариях, что вы думаете обо всем этом и подписывайтесь на канал. Всем крепкого здоровья и увидимся завтра. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok